Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас в Доме Знаний. Меня зовут Ягана Киньязовна, и тема нашего вебинара – «Плоское зеркало и преломление света». Плоским зеркалом называют плоскую поверхность, зеркально отражающую свет. Изображение предмета в плоском зеркале образуется за зеркалом, то есть там, где предмета нет на самом деле. Как же это получается? Пусть из точечного источника света С падают на зеркало МН расходящиеся лучи СО, СО1 и СО2. По закону отражения, луч СО отражается от зеркала под углом 0 градусов, луч СО1 под углом альфа, а луч СО2 отражается под углом β. В глаз попадает расходящийся пучок света. Если продолжить отраженные лучи за зеркало, то они сойдутся в точке С'. Итак, в глаз попадает расходящийся пучок света, исходящий как будто бы из точки С'. Эта точка называется мнимым изображением точки С'. Давайте рассмотрим, как располагался источник света и его мнимое изображение относительно зеркала. По рисунку можно доказать, пользуясь признаками равенства треугольников, что С'О равно ОС. Это значит, что изображение предмета находится на таком же расстоянии за зеркалом, на каком предмет расположен перед зеркалом. Сделанный вывод подтверждает и другой опыт. Укрепим на подставке кусок плоского стекла в вертикальном положении. Поставив перед стеклом зажженную свечу, мы увидим в стекле, как в зеркале изображение свечи. Возьмем теперь вторую такую же, но не зажженную свечу и расположим ее по другую сторону стекла. Передвигая вторую свечу, найдем такое положение, при котором вторая свеча будет казаться тоже зажженной. Это будет значить, что не зажженная свеча находится на том же месте, где наблюдается изображение зажженной свечи. Измерив теперь расстояние от свечи до стекла и от ее изображения до стекла, мы можем убедиться, что эти расстояния одинаковы. Таким образом, мнимое изображение предмета в плоском зеркале находится на таком же расстоянии от зеркала, на каком находится сам предмет. Опыт также показывает, что высота изображения свечи равна высоте самой свечи. Это значит, что размеры изображения предмета в плоском зеркале равны размерам предмета. И вот мы пришли к нескольким выводам. Изображение в плоском зеркале находится на одинаковом расстоянии от зеркала, что и предмет. Изображение в плоском зеркале – прямое. Изображение в плоском зеркале – равное. Изображение в плоском зеркале – мнимое. И изображение в плоском зеркале – симметричное. Последний пункт означает, что предметы его изображения в плоском зеркале представляют собой не тождественные, а симметричные фигуры. Например, зеркальное изображение правой руки представляет собой как будто бы левую руку. Плоским зеркалом широко пользуются и в быту, и в технике при создании различных устройств и приборов. А теперь перейдем к изучению преломления света. На прошлых уроках мы уже говорили о том, что в однородной среде свет распространяется прямолинейно. Если пучок света падает на границу раздела двух прозрачных сред, то часть его отражается и возвращается в первоначальную среду. Это явление называется отражением света. Однако свет, падая на границу раздела двух сред, не только отражается от нее, но и частично проходит во вторую среду и распространяется в ней. Для начала проведем такой опыт. Возьмем стакан с водой, опустим в него трубочку так, чтобы она была расположена вертикально, а потом, изменив угол наклона, увидим, что на границе воды и воздуха трубочка кажется переломленной. Это объясняется тем, что световой пучок при переходе из одной среды в другую изменяет направление распространения. Изменение направления распространения света при переходе из одной среды в другую называют преломлением света. Преломление света можно наблюдать, когда вы опускаете ложку в стакан с чаем, входите в воду, в реке или море. А каким законам подчиняется преломление света? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. Итак, линия МН – это поверхность раздела двух сред, в данном случае воздух-вода. На эту поверхность из точки С падает пучок света. Его направление задано лучом СО. Луч СО – падающий луч. Луч ОБ – преломленный луч. Из точки падения луча О проведем перпендикуляр от С к поверхности раздела двух сред. Угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке падения луча называется углом падения. На данном рисунке это угол α. Угол между преломленным лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке падения луча называется углом преломления. На данном рисунке это угол γ. Таким образом, мы можем вспомнить и сформулировать законы преломления света. Первый. Лучи падающей, преломленной и перпендикуляр проведенной границы раздела двух сред в точке падения луча лежат в одной плоскости. И второй. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред. Она также называется относительным показателем преломления одной среды относительно другой, в данном случае воды, относительно воздуха. Давайте рассмотрим такую задачку. При переходе луча света из одной среды в другую угол падения равен 53 градуса, а угол преломления – 37 градусов. Каков относительный показатель преломления второй среды относительно первой? Итак, нам заданы два угла – угол падения и угол преломления. И мы знаем, что относительный показатель преломления есть отношение синуса угла падения к синусу угла преломления. Значит, нам нужно найти синус 53 градусов и синус 37 градусов. Здесь нужно будет воспользоваться таблицами, допустим, таблицей Брадиса или калькулятором. И мы найдем, что синус 53 градусов приблизительно равен 0,8, синус 37 градусов – 0,6. Ну и найдем их отношение – 1,33. Относительный показатель преломления второй среды относительно первой будет больше 1. Ну и на этом пора подводить итоги. Мы завершаем наш вебинар. Я прощаюсь с вами. Мы сегодня с вами изучили законы преломления света и рассмотрели ход лучей при получении изображения в плоском зеркале. Всего вам доброго. До встречи на следующих вебинарах на платформе Дом Знаний. Пока!